Доброй ночи, Страж! Последний перед релизом Обители Теней выпуск статьи на этой неделе в Банже вышел. И давай узнаем, что у нас из новостей. Изменения на поле боя. Разработчики внесли несколько ключевых изменений в наносимый игроком урон в ПВЕ. В студии хотят, чтобы больше не было неконтролируемых цифр урона по мобам и боссам, например, когда 6 девяток вылетает, и меняют именно отображение информации, цифры урона, время на убийство и ДПС менять не планируется. По крайней мере, на текущий момент. Куда интереснее поговорить о наградах. Самое главное, что нужно знать прямо сейчас, мощные награды второго года превратятся в легендарные награды. Эта инфа особенно актуальна сейчас, когда у многих из нас инвентарь пестрит накопленными контрактами, включая те, что с мощной наградой. Баунти Паука на мощную награду или баунти Скитальца больше не дадут шмот повышающий уровень, что просто отличная новость. После релиза нового дополнения, нам не придется проходить снова старые активности и задания, чтобы прокачаться для новых. А сдав накопленные контракты после ресета 1 октября, вы не потеряете ценные награды, а лишь получите столь ценный опыт. Опыт, кстати, этот больше не будет повышать уровень вашего персонажа, ведь теперь все игроки будут 50 уровня. Для чего он будет нужен? Вся получаемая экспа будет накапливаться в прогресс сезонного пропуска, сезонного артефакта и так далее. Все имеющиеся шмотки повышены до 750 уровня силы, это теперь стартовое значение. С первого числа все новые игроки начнут играть с 750 уровня силы. И хотя уровень вашего артефакта будет добавляться к уровню силы, он не будет влиять на уровень наград, что вам выпадают. Софт кап с новым дополнением составит 900 единиц, мощный кап 950, а сезонный кап 960. Его предстоит добывать, например, на рейде. Кроме того, разобрали и изменения в экономике Тесс. Как и сообщалось ранее, магазин Эвервес будет перенесен в меню персонажа. Теперь перебарахлиться можно прямо на орбите Несса. Яркая пыль будет падать за выполнение еженедельных и повторяющихся контрактов Авангарда, Гамбита или Гарнила. За разбор Тессовских наград пыль сыпаться не будет, так что, чтобы не потерять ее, распыляйте свои корабли и призраков с Перу прямо сейчас. Медальоны боевой группы, которые повышают получаемый опыт, больше не будут работать и будут убраны из магазина. Их можно будет распылить на яркую пыль. Кроме пыли у нас есть блеск. Его теперь можно носить больше. Кредитный лимит вам увеличили до 250 тысяч. Как его достать? Источники немного отбалансили. В открытом мире за затерянные сектора, публичные мероприятия или открытые сундуки, вы будете получать значительно больше блеска, чем прежде. А за убийство врагов блеска будет меньше и падать будет он сильно реже. Главный контрабандист, паук, будет продавать ресурсы со всех планет. А за выполненные контракты на беглых преступников, паук награждает не легендарками, а тем же блеском, но в больших количествах. Кроме этих изменений грядут еще несколько горячих и не очень фиксов, о которых Банджи тоже пару слов сказали. Например, в рейды Левиафан, Пожиратель Миров и Звездный Шпиль добавили знамена рейдов для перезарядки. Любимое подземелье Расколотый Трон будет доступно каждый день, а запускать можно будет его как рейд, прямо с карты Города Грёз. Кузницы Черного Арсенала, кстати, теперь тоже запускаются с карты. А, ну и любителям пофармить кузницы во сне. При неудачном завершении кузниц, игроки больше не будут получать ресурсы. Такие дела, придется играть. Ну и на сладкое, ритуальные пушки и изменения перков. Готовы? Сезонные пушки будут упразднены. Да, недолго музыка играла. К ним на замену придут ритуальные пушки, у которых больше не будет уникальных перков вроде Мастер оф Армс. В качестве наград будут пушки с фиксированными роллами. Зачем и почему? Разработчики попытались объяснить это тем, что, например, пушка, хорошо работающая в ПВП, будет слишком хорошо работать в ПВЕ, а значит ломать баланс. Они этого не хотят повторять, так что вот и пришли к такому решению. Объяснили, ладно. Но не объяснили, в чем теперь смысл выбивать эти самые ритуальные пушки. Чем они будут отличаться от других? Нароллиных? Еще праздник испортили всем тем, кто только что выформил лишний паек или сокольничий. В ПВЕ сильно порезали эффективность перков. Полоса удач, киллерский магазин, рубака, магазин для множественных убийств, дисперада в окружении, оружейный мастер и штурм. Теперь эти перки будут пересчитываться так же по урону, как и в ПВП. То есть бонус будет куда скромнее. Если кто-то до сих пор держался за любимый шейлом, пора его отпустить. Простите. Единственная пушка, которой эти изменения не коснулись, экзот Геккельбери. Сами по себе ритуальные пушки это скаутка с Гарнила, пулемет с Авангарда и ПП с Гамбита. Нужны ли они? Увидим в новом сезоне, когда подержим в руках. Также был обновлен календарь сезона, его лучше сохранить себе. Была анонсирована крутая прайд эмблема, которую пришлют владельцам коллекционного радужного пина из Банжи Стор. А еще показали курточку, которую можно будет заказать, если закрыть новый рейд до 15 октября. Еще там будет специальная рейдовая футболка, но ее принт не хотят светить, чтобы не спойлерить финального босса. На этом точно все. Текстовую выжимку статьи на русском языке вы можете найти у нас в группе уже сейчас. А я прощаюсь, доброй ночи, хорошего дня и счастливо.